Здравствуйте все! Вот иду из поликлиники, я возле поликлиника школа, в которой мы дети учились. И муж вот такая вот, она с другой стороны большая. Я уже показывала. Тут поликлиника. Показывала уже ее на видео с лицевой стороны, а это с дворовой стороны. Сегодня привезли много детей из других школ. Снова какой-то у них экзамен. Вот у нас завод здесь машиностроительный. Делают трубы, экономайзеры делают. Тут же у нас находится, откуда автобусы городские, междугородние ходят, транспортная компания небольшая. И вот наш храм в части барочной. Барочная часть называется «Города храм». Приблизить не могу, еще не научилась, поэтому вот так вот вдалеке и у нас, вот видите, как город окружен горами. Барочная часть стоит, одна часть в низине. Собака залаяла. Тут дом стоит, частный, возле школы и поликлиники. И там на горе тоже дома и дорога на Златоуст. Там вышка телевизионная на горе, на Маховой. Вот такая вот гора вокруг. Она длинная, эта гора Маховая, вокруг города. Поэтому я еще вам с другой стороны уже показывала, когда снимала горсад. Тоже самая гора. Все длится она вокруг, ну не вокруг, а как бы в одной, с одной стороны города. Это гора. Здесь вот у школы ели, кусты разные, цветы. Парк небольшой, из тополей, осины, березки стоят здесь. Дети снова тоже ели, посадили. Цветочки садили. Летом отрабатывают средние, как старшие классы. Ухаживают за этим участком земли, чтобы было где прогуляться в лагере, когда дети на дневном. Ну, здесь вот ирисы растут. Раньше у меня тоже росли ирисы. Ну, повывелись что-то. Ягодки насажены, шиповник, липа. И вот столько много насаждений, грядочки сделаны. Дети ухаживают за этими грядочками. Вот снова этот парк. Тут яблонька цвела. Яблонька цвела. Тут уже процвела. Тоже аромат был хороший от яблоньки. И небольшие ели. Люблю больше всего ели. Не знаю, почему. Тоже аромат такой идет иногда. Они цветут вот сейчас весной. И они цветут круглогодично, наверное, поэтому ели люблю. Здесь ранитки отцвели. Тоже дикая яблонька. Вон сколько яблочек. Много будет. Не замерзли. Нынче заморозков не было. С этой стороны тоже ели. С лицевой стороны школы я сделала небольшое видео, когда шла в поликлинику. Муж на новой работе. Но оно очень короткое, потому что он не дал мне его снимать. Я накануне делала видео, выставила уже его на канал, что когда снимала смотровую площадку и горсад, и были мусора полные урны. И еще оговорилась, что, наверное, нет дворника, потому что такие полные урны никто не убрал. И как раз шла я, когда отмечалась в этот день по безработице. И муж тоже стоял по безработице. Ему предложили работу в администрацию, устроиться дворником. И такое вот получилось совпадение, что это на праздник Николая Чудотворца было. Вот на этой площадке школьной в 18-м, начале 19-го века стоял храм Рождества Христова. Сейчас кругом деревья посажены. Дети занимаются здесь в теплое время года физкультурой, когда лагерь дневной в школе тоже. Они здесь занимаются с разными играми и занятиями спортивными. Ну, так вот, что я хотела рассказать, что с мужем мы познакомились с молодыми, когда мне было 19 лет, ему 18. Он на полтора года меня младше. Я после школы училась в сельскохозяйственном училище. И приехала. Можно было учиться поступить. На пятерке закончила. Но у меня мама сильно заболела. И я приехала обратно в свой городок, чтобы за мамой помогать ухаживать. Мыла ее баню, возила к соседям на улицу, где жила у бабушки. Своей бани у них уже не было. Старая баня была, разрушилась. Соседи пускали ее помыться. Папа мылся на работе. Он работал в котельной больнице. А там у них был душ. Вот. И поступила работать в теплицу. Мне предлагали идти в цех. Тогда работал завод большой, точных технических камней. Мне предлагали идти в цех. Но мне не понравилось в цехе работать. Там как бы ругались многие женщины из-за камней. Кому-то дали крупные камни, кому-то мелкие. Я после седьмого класса месяц работала на заводе с подружкой. Она после восьмого класса. И мне в цехе не понравилось. Там душно было тоже. Видимо, тогда уже предрасположенность кастная у меня была. Ну, вот тоже нельзя было работать в теплице с химихатами. Я проработала в теплице не очень долго. Пришла в машину счетную. Ну, сначала, когда работала в теплице, там и познакомились мы со своим. Я познакомилась со своим мужем. Он закончил училище сельскохозяйственное, тоже в Рязани, на пчеловода. И у нас возле теплицы был еще огород. И в огороде стояли два улья. Его назначили туда на практику. А я как отрабатывала практику в теплице, там мы с ним и познакомились. Вот, когда не было автобуса, и что-то теплица стояла в профилактории заводском, не было автобуса, или когда была хорошая погода, с работы мы шли через вот такую гору Махамаховую, только в другом краю города. И так и познакомились. Я как бы еще не хотела замуж, конечно, выходить. И он как бы вроде бы не собирался. Мы только дружили, но я ему отказывала сначала, что я не хочу дружить. Но он все-таки дорогой за мной, за мной все ходил, чтобы я с ним начинала дружить. Вот. Здесь какое-то строение тоже возле школы. Что тут отопление отсюда идет, или что, не знаю. Гаражи какие-то вроде бы. И вот по этому кругу дети бегают вокруг площадки, бегом занимаются. Тут у них лавочки стоят, и небольшой такой тренажер, что ли. Там садик еще в школе в этой же тоже организовали, стоят разные домики, и где дети играют. Веранды стоят, в цветочках вся синенькая веранда стоит. Наверное, плохо видно мелко, потому что приблизить не могу, еще пока не умею. Не научилась. И так мы с ним гуляли лето, а осенью уже как бы получилось так, что ребенок, и мы женились с ним зимой. И поженились, он ушел весной в армию. Я его ждала два года, ростила сына, сына повела в садик год и два месяца. Часто болел, и поэтому из профилактории оттуда не прибежишь бегом до садика, когда он затемпературит в садике. Я перешла работать в машиносчетное отделение завода, точных технических камней. Там проработала я, на тех машинах печатали мы, потом поставили компьютеры, и на компьютере мне нельзя стало работать. Я перешла уборщице в этом же заводе управления работать. Ну, как бы подвернулась работа тут же, и мне удобно было очень, потому что дети были в школе, потом пошли в школу, в садик, еще у меня дочка родилась. И практически всегда были на моих глазах. Я ходила убираться там только на два часа. И целый день проводила с утра до ночи, остальное время дома и в огороде летом еще. Поэтому присмотр за детьми был хороший. А муж перешел работать в РСЦ. Долго он проработал в РСЦ, потом работал еще в Кристалле. Там, где гранили алмазы, он работал огранщиком. Ну, вот у него он на пенсию пойдет только на следующий год. Я в этом году, потому что у него года еще не хватает для стажа. Ему предложили в пенсионном еще год отработать где-то. И вот подвернулась как раз на праздник Николая Чудотворца работа дворником в Горсаду, прямо практически возле нашего дома. И еще один участок на базаре возле автостанции он будет убирать. Ну, вот он нынче сегодня только второй день работает. Немного его сняла. В одном из видео будет этот момент, когда он работает в Горсаду. Птички поют, он любит ходить на пруд, который возле Горсада рыбачить. Тут его родное место. Всем доброго здоровья, мир дома вашему. Продолжение следует...